Добрый вечер! Это радиофенам.фм. Частота 99,6. В столице России, Москве, 20 часов, 5 минут. Как обычно, по четвергам программа «Искусство возможного» в студии Роман Бабаян. С ноября прошлого года в Москве начался эксперимент по введению зоны платной парковки. Плату за паркинг ввели на 21 улице в центре Москвы. С июня этого года зона платной парковки была расширена до Бульварного кольца. Через полгода власти столицы провели специальное исследование по этому вопросу, который показали следующее. За это время столичные водители стали на 83% реже оставлять свои машины в зоне платной парковки. Средняя скорость движения транспорта возросла на 6-8%. Число нарушений ПДД правил дорожного движения сократилось на 65%, а количество въезжающего в платную зону парковки личного транспорта снизилось на 25%. И вот еще одна интересная цифра. Она связана с пробками. Разгруженность центральных улиц Москвы увеличилась до 20%. Получив такие результаты исследования, было принято решение с 25 декабря ввести платную парковку в пределах всего Садового кольца Москвы. Теперь оставить машину в пределах Бульварного кольца стоит 80 рублей в час. На территории Садового кольца за час парковки придется заплатить 60 рублей. Бесплатная парковка при этом предусмотрена возле школ, детских садиков, больниц и других социальных учреждений. Месячный абонемент на стоянку в пределах Бульварного кольца стоит 16 тысяч, годовой 160 тысяч рублей. Между Бульварным и Садовым кольцом месячный абонемент в 12 тысяч рублей, в год придется заплатить 120 тысяч рублей. Жители центра при этом смогут получить в мэрии два резидентных разрешения на квартиру. Обладатели таких разрешений смогут круглосуточно парковаться на территории своей управы всего за 3 тысячи рублей в год. Как заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Лексутов, 3 тысячи рублей сказал он, я считаю это бесплатно. Инвалидам, даже не проживающим в Москве, можно пользоваться парковками бесплатно вообще. Можно ли таким способом решить транспортные проблемы нашей столицы? Куда и пойдут деньги, которые мы заплатим за парковку наших автомобилей, куда они уже идут? И для чего мы вообще в принципе вели платные парковки в центре Москвы? Вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно с нашими гостями, которые уже находятся в нашей студии. Я их сейчас представлю. Это Инна Юрьевна Светенко, депутат Московской городской думы, зам предкомитета по безопасности. Председатель. Инна, простите ради бога. Председатель комитета по безопасности Московской городской думы и Игорь Маржаретто, зам главного редактора. Сейчас Игорь скажет шепотом, главный редактор. Нет, ладно, зам главного редактора журнала за рулем. А также хочу сразу же напомнить телефон, по которому можно позвонить в нашу студию и задать любой вопрос мне и нашим гостям. Это 651099,6, код города Москвы, 495. И хочу запустить смс-голосование, если вы не возражаете. Вопрос, наверное, давайте сформулируем следующим образом. Вы за введение платных парковок в столице? За расширение вот этих зон платных парковок в принципе там на весь город? Или же вы считаете, что решать транспортные проблемы столице нужно каким-то другим образом? И уж точно не надо заставлять платить за парковку своих автомобилей. Если вы за, то отправьте букву А на короткий номер 5533. Если вы против, соответственно, на тот же короткий номер надо отправить букву Б. Итак, мы начинаем. Игорь, ну, наверное, я с вас начну. Вот вы мне скажите, таким образом можно решить транспортные проблемы Москвы? Ну, если только этим, то, конечно, нельзя. Это одна из основных частей некой такой большой политики, которая будет способствовать, если будут работать и остальные части. И без этого, в общем-то, нельзя, если честно, Ром. Потому что этим путем весь мир шел. И ничего другого придумать не могли ни в Японии, ни в Китае, ни в Америке. И ограничение той или иной въезда и возможности парковки в тех зонах, где город переполнен. Через это там в 20-е годы шел Нью-Йорк, сто лет назад. В 70-е годы Токио и так далее. Но я, к сожалению, мне, как автомобилисту, это очень не нравится. Потому что со вчерашнего дня в зону платной парковки попала моя редакция. Наш переулок девственно пуст. Чуть позже по секрету сообщил тоже кое-что. И там уже нет машин припаркованных. То есть стоит 3-4, а стояло 100. В общем, все ходят, говорят всякие слова. Но при этом я понимаю, что это же не от хорошей жизни. Конечно бы хотелось бы приехать на своей машине на работу. Да и стать привольно. Бросить ее где попало. Да и пойти погулять и вернуться. Но, увы, такого не бывает. Это из области научной фантастики. Для мегаполиса любого в мире это невозможная ситуация. Приехать куда-то в центр и вот так бесплатно оставить машину. Хорошо. А как вы считаете, вот ведение платных парковок в Москве. Ведь, посмотрите, какая история. Вы говорите про Нью-Йорк, про Токио. Ну, масса других мегаполисов. Но давайте возьмем Москву. Мы же прекрасно понимаем, что в Москве у нас все как-то очень вот коряво устроено. У нас работают люди в основном в центре. Это раз. Ну, там офисные, там всевозможные комплексы плюс организации. Все сконцентрировано в центре. Так уж получилось, исторически сложилось. Это раз. И, соответственно, что мы имеем? Мы имеем вот эту вот букву В, да, латинскую. То есть утром люди едут сюда, в сторону центра, вечером они из этого центра уезжают куда-то там в свои... Ну, это маятниковый тип движения. Совершенно верно, совершенно верно. Но мы же не переломили эту ситуацию. И при этом, имея эту ситуацию, мы вводим плату за парковку. Ну, я так понимаю, все-таки платная парковка, это одна из мер, я уже сказал. Теоретически должны быть и другие меры. Там, допустим, потихоньку должна быть политика города и федерального правительства, направлены на то, чтобы создавать очаги притяжения людей. Это так по-научному называется, там, в Подмосковье где-то, там, в Новой Москве и так далее. То есть то, что сейчас вот такая программа, например, в Пекине и Шанхае принята, очень большая, когда переносится производство, какие-то офисные центры за пределы, там, в города-спутники, у нас вон сколько городов-спутников звучит, чтобы как-то распределить трудовые потоки. Это вторая мера, она тоже необходима, потому что пока у нас в пределах третьего кольца две трети рабочих мест сосредоточены, это чудовищно. Совершенно верно, совершенно верно. Ну, потом должны быть еще третьи меры, там, перехватывающие парковки, четвертая мера, общественный транспорт, ну, последовательность может быть иная. Вот, 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 вот. Понимаете, мы можем сейчас штук 10 вот этих мер на вскидку сразу же, как говорится, обозначить, перечислить. Но мы пошли именно с введения платы за парковку. Хорошо. Инна, как вы считаете, что нужно еще сделать и что возможно сделать? Вот, когда принималось это решение, да, в московском парламенте велось обсуждение наверняка, да, наверняка высказывались какие-то еще предложения. Что можно сделать максимально быстро для того, чтобы разгрузить вообще, в принципе, город, чтобы мы вздохнули с облегчением и вот в этих ужасных пробках, там, 8, 9, 10 бальных не стояли? Ну, вот, здесь как раз и затронулась проблема, связанная с тем, что это не единственная мера. Давайте разберемся. Ведь на самом деле, что быстрее сделать? Расчертить, поставить паркоматы и организовать платную парковку или запустить с определенным интервалом комфортабельный общественный транспорт. Так вот, и то, и другое обсуждалось одновременно. И принято в программе, связанной именно с транспортной ситуацией на территории города, тоже одновременно. Но мы с вами абсолютные реалисты. И поэтому понимаем, что выполнить вот эти две части программы одновременно невозможно. Как и третья часть, о которой мы пока еще не упоминали, это метрополитен. И вы видите, какими немыслимыми просто даже и иностранные эксперты тоже подтверждают, темпами мы сейчас строим метро. Вводим новые станции, это правда. И пытаются сделать и легкое метро. И закольцевать еще, сделать еще одно кольцо метрополитене именно легким метро за счет возможности и уже договоренности с федеральными властями по поводу использования как бы красных линий РЖД, которые проходят Московской железной дороги, для того, чтобы сделать это там. Наконец-то, сказал я. Это действительно так. Наконец-то заговорили о том, что нужно каким-то образом использовать рельсы, грубо говоря, там Министерство путей сообщений и РЖД, как это сейчас называется. Вы знаете, говорили об этом давно, но пришли к консенсусу только сейчас. Нельзя сказать, что этот переговорный процесс был в легкую. Отдайте нам, пожалуйста, вашу рельсу. Они говорят, да, заберите. Вот этого не было. И поэтому для Москвы это действительно большие достижения. Так вот, совершенно очевидно, что рай не может наступить ежечасно и ежеминутно. Но надо что-то делать для того, чтобы эту программу выполнить. Поэтому одновременно с закупкой новых, начиная от новых трамваев, действительно комфортабельных, и уже прошли все конкурсы, и сейчас уже начинают поступать эти трамваи в город. Они уже есть, да? Они уже есть, да. Но, к сожалению, пока еще их нет в центральной части. Потому что я, как депутат от центрального округа, очень переживаю за то, чтобы это все как можно быстрее появилось именно в центре. Именно поэтому вы здесь, вы же понимаете, да? У нас же про центр. Про центр. Так вот, эксперимент, который начался именно в центральной части, он показал, что действительно мы начали чуть-чуть по-другому себя ощущать. Вот мой коллега сейчас как раз и сказал, что если стояло раньше 100 машин, как попало, иногда на газоне, никто же не вспоминал об экологии, о зеленке, лишь бы свою машину где-то оставить. И сейчас стоит 4, ну как-то же добрались на работу. Никто же не отказался, заявление не написал. Ни одного. Ни одного, да? То есть все у вас продолжают работать. Немаловажный момент, о котором мы говорили, это действительно о перераспределении потоков. Значит, я могу сказать, что в центральном округе так называемого дневного населения, то есть те, кто приезжает с утра, 5 миллионов человек. Мне плохо. 5 миллионов. 5 миллионов человек приезжает в центр, да, именно как дневное население. И потом вечером отправляется на окраины в Московскую область и так далее. Значит, вот для того, чтобы перераспределить потоки, даже сейчас, даже вот эта единственная мера платной парковки, она дала возможность оттока целому ряду маленьких офисов, которые снимали, арендовали. Они ушли. И ушли действительно в те районы, где есть возможность парковки. Они ушли не так далеко. Очень много тех, кто в центре, ну, как бы престижные части, это Запад, Юго-Запад, они переместились туда. Те, у кого было связано с некими там промышленными процессами, либо автозапчасти, либо еще что-то, они как-то переместились в сторону Юго-Востока, где действительно есть возможность и парковаться. Интересно, вот отследили даже, да, кто куда. Интересно, да, да. И вот мы видим, что вместе с этими офисами и ушла некая часть того дневного населения, которое приезжает. Теперь, следующие вопросы, связанные вплоть до образования. Вы не поверите, сколько детей возят каждый день в центр и из центра в школу. Потому что, к сожалению, исторически так сложилась неоднородность даже в образовательном процессе. Чтобы школы в центре всегда были лучше. Всегда были лучше. Вот сейчас опять ситуация изменяется очень сильно. Потому что целый ряд престижных школ оказались совсем не в центральных районах. И мы видим, что дети утром едут вместе со своими родителями совсем в другое место. Очень хорошо бы, чтобы в шаговой доступности была всегда школа, в которую хочется повезти своего ребенка. И я думаю, что департамент образования над этим сейчас как раз и работает. Вот то, что вы сказали, очень интересно. Знаете, а вот мне сразу пришла еще одна мысль в голову. Я предлагаю, давайте в разы увеличим еще стоимость квадратного метра в центре. Куда уже. Еще, еще сильнее. Пускай все остальные офисы тоже выйдут. Куда-нибудь там, я не знаю, на юго-восток, на юго-запад. Ну, это так, в виде шутки. Но, в принципе, люди, я думаю, будут об этом нам сейчас говорить. Давайте послушаем звонки, которые уже есть. Сергей, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот хотел обрисовать ситуацию. Я житель как раз центрального округа. Хамовнический район. Отлично. Гагаринский переулок. Значит, мы сейчас, ну, грубо говоря, проживаем в квартире с отцом, которому 80 лет. У нас две машины, потому что он работает до сих пор, я работаю. Работаю, кстати, в области, и туда доехать, как говорит госпожа председатель Советной Безопасности, думаю, да, нет такой возможности. Комитета, да. Абсолютно. И Москва никогда это не сделает. Это первое. Второе. Написал я заявление на предоставление мне бесплатного парковочного места. Хотите угадать, отказ. Мне дали отказ, да. Непонятно, по каким основаниям, непонятно, что чего. Второе. Смотрите, когда вот эти вот депутаты принимают вот такие решения, вместе с нормальными, ну, вместе с какими-то образовательными учреждениями из округа уезжают простые магазины, где можно купить продукты. Несмотря на это, все равно приходится ездить по нашему округу и где-то остановиться возле банка, заплатить за ту же квартиру, заплатить еще за что-то. Съездить, купить минимум там какие-то продукты питания, потому что на окраину, если госпожа вот эта вот, которая есть у вас. Давайте, давайте сразу я представлю нашу даму, не госпожа, которая есть, да, Инна Юрьевна зовут нашу гостю, да, Инна Юрьевна Святенко. Инна Юрьевна, вот Инна Юрьевна классно рассказывала о том, что они делают для народа и во имя народа. Давайте начнем с малого. Есть предложение. Первое. Сказаться, Московской городской думе, правительству Москвы и все учреждения машин вообще. Почему у них есть служебные машины? Они на них ездят, они останавливаются в центре в том числе. Машины стоят. Вот пускай они ездят на том прекрасном транспорте, который они вот так вот воспевают в своих, так сказать, выступлениях. На трамваях по центру пускай прокатятся, я не знаю, где еще в центре остались трамвайные пути. Все, Сергей, понятно, да. Просто нет времени. Второй вопрос. Да, и второй вопрос. У меня получилось разрешение. Я 40 лет живу в этой квартире. 40. И мне дали открыть. Да, да, да. Я все понял, Сергей. Я вам сейчас по секрету скажу, в том числе и Игорю. Для Инны Юрьевны это не секрет, она в курсе. Я тоже живу в центре, тоже пытались оформить, тоже отказ. Я сейчас объясню, почему и как это получилось. Да, немножко, мне кажется, здесь нужно что-то поменять срочно. Но буквально через несколько минут мы продолжим и попробуем ответить на все эти вопросы, в том числе и почему бы не отказаться депутатам Московской городской думы от автомобилей. Все, мы сейчас уходим на рекламу. Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Искусство возможного» радиофинам.фм. Частота 99,6. Сегодня мы говорим с нашими гостями. Это Инна Юрьевна Светенко, председатель комитета по безопасности Московской городской думы. Игорь Маржаретта, замглавного редактора журнала «За рулем». Мы говорим сегодня о транспортных, в принципе, проблемах Москвы. Ну и, естественно, начали мы с введения платных парковок в пределах Садового кольца. Телефон, по которому можно позвонить в нашу студию, задать любой вопрос мне или нашим гостям. М-65-10-99-6, код города Москвы 4-9-5. А также у нас запущены смс-голосования. Вопрос я сформулировал следующим образом. Если вы за введение платных парковок в Москве, в принципе, не только в пределах Садово-Бульварных колец, а вообще расширение этой практики, то пришлите букву А на короткий номер 5533. Но при этом имейте в виду, что это делается для того, чтобы решить проблему с пробками в городе. Если вы против и вы считаете, что нужно идти другим путем, то букву Б на тот же самый короткий номер 5533. Значит, одного слушателя мы послушали. Я хочу, чтобы мы еще два звоночка сейчас с вами послушали. И после этого начнем отвечать сразу на все поставленные вопросы. У нас Владислав на линии. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Хотел задать Светлане Юрьевне один вопрос. И не Юрьевне. Прошу прощения, и не Юрьевне. Вопрос следующий. У меня есть дочь, которая ездит каждое утро в метро на учебу. То есть она учится уже в институте, достаточно взрослая девочка. Но проблема в том, что она периодически рассказывает историю про то, как она 40 минут не могла войти в метро. Есть проблема. И один из таких катаклизмов случился буквально вчера, когда ввели платную парковку. Многие водители отказались от поездки в центр. Да, в какой-то степени, возможно, это разгрузило. Но это не решило проблему движения как таковой, потому что вчера весь день трафик, если смотреть по Яндексу, не снижался ниже 7 и 6 баллов. Это с учетом того, что Яндекс очень льстит дорожной ситуацией как таковой. У меня вопрос к Ине Юрьевне. Когда она последний раз была на нашем великолепном общественном транспорте, ну даже не в час пика вообще, в целом. Когда она последний раз пускалась в метро. Одна. Без сопровождения, без охраны, без там всего остального. И наулыбается, у нее охрана отродясь не была. Ну возможно, я не знаю. Я простой смертный, который вынужден перемещаться по этому городу. И последние два дня я вынужден перемещаться по центру города. И не могу сказать, что что-то стало легче, лучше как-то и так далее. Что-то сильно изменилось. И второй вопрос. Меня очень интересует, откуда взялись эти цифры? Почему именно 80, почему 60 и так далее? Да, откуда взялся, кто взял и вымерл? Все понятно, Влад. Я не знаю, 15 квадратных метров. И последний вопрос, если позвольте, совсем коротень. Ну давайте уже, да, давайте. А, ну вот вы меня сбили и из головы. А, вот я так и знал, да, бывает. Хорошо, все, спасибо, Владислав, просто времени у нас очень мало. Два вопроса от Влада, один от предыдущего слушателя, и слушаем еще Илью, и потом начинаем дальше беседовать. Илья, здравствуйте. Алло, здравствуйте, с наступающими новогодними праздниками. Спасибо, спасибо, вас также, да. Спасибо. Я согласен со всеми предыдущими звонившими, что Инна Юрьевна живет, наверное, в другом городе. Я тоже житель центрального округа Мещанский район. Ну, совсем другой город. Полностью согласен, что метро, станции новые строятся прекрасно, но в центре станции не строятся. Станция метро Тимирядевская, утром войти невозможно, 40 минут, это хорошо. У нас бывает и часами люди стоят в переходе, не могут попасть к турникетам. Поэтому то, что ввели платные парковки, это не потому, что полезно и потому, что нужно, а потому, что быстро и можно снять денег. Если бы хотели, как быстро и хорошо, выведите из центра, из центрального округа, все муниципальные, городские и федеральные учреждения. Вы увидите, пустой будет центр. Сейчас, вот я работаю в строительстве, для согласования нужно 15, 20, 30 инстанций. Все находятся в центре Москвы, абсолютно все. Вот почему-то Инна Юрьевна забывает, что сама Госдума находится, извините, у нас не за МКАДом, не в Новой Москве. И все филиалы, все учреждения, все комитеты тоже находятся в центре Москвы. О чем тогда может идти речь? Зачем пудрить мозги, все-таки Финаму ФМ не та радиостанция, где можно так здорово отчитываться цифрами, что у нас прекрасный город с прекрасным транспортом. Все, зафиксировали, спасибо, да, теперь начинаем отвечать. Инна Юрьевна, почему, во-первых, вы все пользуетесь автомобилями, почему вы все никак не уедете куда-нибудь, желательно, ну, чем дальше, тем лучше. Что у нас происходит с метро? Люди по 40, по часу, по 40 минут не могут войти в вагон. Значит, ну, я, наверное, всех расстрою, но я очень часто пользуюсь метро. Живете в этом городе? Да, я живу в этом городе, живу в центральном округе, так же, как и те, кто звонил, и езжу на метро. Но я покупаю проездной билет, поэтому это удобно, на 10 поездок. И, значит, точно так же, как и вы, вы даже не заметите, что я нахожусь рядом с вами в метро, потому что нет ни охраны, никого, и точно так же толкаюсь. То есть с вами совершенно согласна с тем, что пропускная способность метро на пределе. И именно поэтому и для разгрузки центральной части, потому что метро строилось, вы сами помните, в прошлом веке, и никто не предполагал, что будет такой поток, пассажиропоток. Поэтому все завязано на пересадочном центральном узле, то есть центральной части. И поэтому пересадка на Киевской, это, наверное, пожалуй, одна из самых больших проблем. Но так же мы можем перечислять и все остальные пересадочные узлы. Почему я как раз и говорила о строительстве легкого метро, о том, чтобы, допустим, с юго-западной, если ехать в Ясенево, не нужно ехать до кольцевой дороги. Через центр. А можно было бы совсем рядом проехать по-другому. И это просто острая необходимость. Но опять-таки возвращаемся в то, что это очень дорогостоящая вещь строительство метро. И те темпы, которыми сейчас строятся станции, в том числе и для того, чтобы разгрузить вот эту пересадку в центре, и пассажиропоток, чтобы равномерно распределялся по метрополитену, это действительно определенное количество времени. В Москве не было тех денег, которые бы давали возможность, допустим, пять лет назад начать такое массированное строительство. Слава богу, что сейчас в городе есть те средства, и перераспределение средств дало возможность начинать это строительство. И если вы считаете, что Государственную Думу, у которой, кстати, есть своя парковка, и все паркуются вот в этом кармане, и вполне достаточно места, если она решит проблему, то, конечно, можно предложить федеральным властям. Но, наверное, это все-таки вопрос не к московскому депутату, а скорее к председателю Думы государственной. И вот если мы говорим о офисах, ну давайте начнем с себя, ведь очень многие, ну один наш радиослушатель в Московской области работает, но мы прекрасно видим, что многие работают в центре. И я вам скажу, что постепенно, может быть, через пять лет, но центр действительно скоро станет историческим центром, куда люди приезжают погулять, пешеходные зоны, исторические памятники, места, музей, но никак не офисный центр. Потому что многие, у кого есть возможность выбора, они переезжают из центра именно по той же причине. И мы видим, что создание пешеходных зон, оно точно так же убирает и те офисы, которые находятся на пешеходной зоне. И если мы говорим с вами о недостатке центральной части, то так сложилось, что мы не хотим рушить памятники и хотим оставить улицы такими, какие они есть. Но тот поток автомобилей, который существует у нас, он совершенно не дает возможности передвигаться, поэтому это вынужденная мера. Года три назад или четыре предлагали сделать платный въезд в центр. В центр, отказались же от этого. Отказались. Отказались, потому что посчитали, что эта мера будет недостаточно эффективна, потому что причин для въезда в центр может быть большое количество. И здесь учесть все эти нюансы будет достаточно трудно. Почему не делается все сразу и везде? Потому что мы видим сейчас целый ряд ошибок, которые нужно было исправлять. Не масштабно, а постепенно. Вспомните, и я не скрываю то, что есть ошибки, вспомните, когда делали выделенную полосу для пассажирского транспорта, для общественного транспорта. Очень хорошо помним. И целый ряд улиц были сделаны, ну, мягко скажем, нерационально. Там, где и особо нет общественного транспорта, и там, где нужно действительно проезжать машинам. Ну, отменили. Конечно, каждый может сказать, вот и дураки какие, да, надо было сразу все продумать. Ну, извините, не бывает никаких. Ну, отменили, это действительно так, да. Было принято решение, что если здесь там в год один автобус или один троллейбус проезжает, то зачем здесь нужно выделенка? В двух местах отменили, да. К сожалению, когда начали делать, решили поголовно всех везде эти полосы сделать. Ну, не везде, не в Лукавте, ну, не везде. Ну, на всех вылетных магистралях практически. В большинстве, опять-таки скажу, в большинстве. Ну, отменили, отменили. Хорошо отменили в двух местах. Но у меня вот по поводу этих выделенных тоже вопрос. Я до сих пор не понимаю. Вот представим, да, допустим, четыре полосы, и они все стояли в пробке в жесткой. Мы берем три полосы, значит, под транспорт обычный, да, под легковые автомобили, под личный транспорт. Одну под выделенку. Так эта дорога вообще умрет. Я бы понял, вот если бы эта выделенка, допустим, она была бы пятой к тем четырем, которые уже были. Но у нас же так тоже не получается. Не получается. У меня есть еще вопрос. Почему у нас строят дома в городе без подземных парковок, без паркингов? У меня есть еще один вопрос. Почему мы вводим какие-то парковки, но при этом мы не создаем альтернативные какие-то там парковки большие в том же самом центре? У нас там нет места, понятно, совершенно, там вот от того места, где живу я, ближайшая парковка, где можно поставить машину, даже говорить не хочу. Она так далеко, что он просто теряет смысл. Что ее нет. Да, что ее, собственно, и нет. Потом у меня еще такой вопрос. Вот, Игорь, наверное, к вам. Во-первых, вот вы слышали про то, что во многих странах мира, например, есть торговые центры, да, как и у нас. Вот наши слушатели, если сейчас мы будем продолжать принимать звонки, что мы обязательно сделаем чуть позже, обязательно нам про эти торговые центры скажут. Они скажут, что про Киевскую, да, вот построили европейский шикарный центр, да, все хорошо, красиво, здорово, фонтаны, часики, да, но при этом там почта просто умерла, да. И у нас, да, ну, Курский вокзал давайте возьмем. Ну, любое совершенно место, где есть торговый центр, там просто все вот стоит в жестких пробках. А во многих странах мира, вот я возвращаюсь, Игорь, на ночь все эти паркинги, которые есть у этих торговых центров, используются под парковку автомобилей людей, которые живут в соседних домах. Мы не можем договориться с этими людьми, с владельцами, я имею в виду. Я думаю, что можем, это правда. Есть такая практика во многих странах. Парковки торговых центров, офисных центров на ночь используются, как парковки для местных жителей, за умеренную плату. И это выгодно всем. Совершенно верно. Владельцам, потому что не проставят пустые эти площади, местным жителям, потому что куда поставить. Это да. Еще один вопрос, Рома, о чем надо сказать. Какая разница, где теперь люди будут в центре платить. Они могут платить, собственно, и там. Пускай будут даже те же самые тарифы, но там. Или же вот так вот до 8 утра бесплатно, после 8 утра пускай идут ровно те же самые. Но зато мы используем ночные, простающие вот эти парковочные площади. Да, продолжайте. Да, еще один вопрос, который остается нерешенным, он, пожалуй, самый тяжелый. И я понимаю, Инна Юрьевна его решить не может. Этот вопрос очень серьезный. У нас до сих пор не прописано законодательно, окончательно. Так, так, так. Обязательства инвесторов, строящих дом, торговый центр, совершенно неважно, по развитию инфраструктуры. То есть, компания строит, в Новой Москве особенно это ужасно, строит новые кварталы, новые микрорайоны. И в лучшем случае инвестор за асфальтиру узенького присоединения к магистрали. В лучшем случае. Опа. И все, пробки. Вот если сейчас... И на этом все закончилось, да? И на этом все закончилось, потому что в Новой Москве вот эти все огромные новые кварталы, которые строятся, они никак не учитываются. Ну вот люди покупают квартиру, а как они тут выезжать будут, непонятно. Вот если проехать вдоль Минки, там вдоль профсоюзной, это, в общем, видно. К сожалению, позволяется строить, позволяет. Я понимаю, что это не вы решаете. Это, в общем, и на федеральном уровне никак не прописано. Но что-то с этим надо делать, потому что активно очень, особенно пригороды это застраиваются. Да и в Москве новые торговые центры, у нас строится сейчас в Москве 3 или 4 гигантских торговых центра, которые лягут нагрузкой мрачной на существующую лично-дорожную сеть. И будет точно вот то, что вы сказали про европейский, будет то же самое на Ходынке, будет то же самое на проспекте Маршала Жукова и так далее. То есть строится без присоединения, без развития, потому что, ну, в лучшем случае, говорят, да, мы что-то вот дорожку сделали, люди как-нибудь выйдут. Как-нибудь не получится. Понятно. Игорь, вот первый слушатель позвонил и сказал, что он пытался оформить вот это резидентское разрешение, и пошли отказы. Вы в перерыве сказали, что вы тоже, как житель центра, пытались оформить и тоже отказ. Да, точно так же вот я по секрету скажу, как житель центра тоже пытался оформить резидентское разрешение и тоже отказ. Инна Юрьевна, обязательно этот вопрос нужно донести до товарищей, которые, собственно, решают все это. Отказывают следующим образом. Говорили, в том числе и Максим Лексутов говорил о том, что не будут требовать никаких дополнительных документов, там, не на автомобиль и так далее, и так далее. В итоге требуют документы на квартиру. Если разные лицевые счета, то, значит, в двойном количестве или в тройном, в зависимости от того, сколько там лицевых счетов, собственно, в пределах одной квартиры. И плюс еще требуют документы на право собственности автомобиля. Не понимаю, зачем. Если мы уже заявили, я имею в виду, московские власти, о том, что за каждой квартирой будет закреплено два резидентских распоряжения, то есть разрешения, то есть две машины, то какая разница, кому эти машины уже принадлежат? — Роман, я с вами совершенно согласна. Буду разбираться вот с этой ситуацией, потому что, если честно, ко мне ни разу еще с этим вопросом никто не обращался. И сегодня я вела прием населения до шести часов. И никого, еще никто ко мне не пришел. Я первый раз сегодня услышала это. — Очень сильно буксует эта история. Здесь нужно срочно что-то решать. — От нашего радиослушателя. Да, совершенно согласна с вами. — Нужно что-то решать. Мы сейчас уходим на рекламу, вернемся через несколько минут и начнем сразу со звонков наших слушателей. У нас еще три звонка как минимум. Еще раз добрый вечер. Работает радио «Финам-ФМ», частота 99,6 в эфире «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. И наши гости, с которыми мы сегодня говорим о транспортных проблемах Москвы, естественно, о платных парковках. Это Инна Юрьевна Светенко, председатель комитета Московской городской думы по безопасности. И Игорь Маржаретта, замглавного редактора журнала «За рулем». Телефон, по которому можно позвонить в нашу студию. 65 10 99,6, код города Москвы 495. А также у нас запущено смс-голосование. Вопрос следующий. Если вы считаете, что путем введения платных парковок в Москве можно действительно навести порядок с пробками в городе, если вы считаете, что нужно расширять зону платных парковок, то пришлите букву «А» на короткий номер 5533. Если вы считаете, что нужно идти другим путем или же принять какой-то одновременно комплекс мер, то букву «Б» на тот же самый короткий номер 5533. У нас звонки наших слушателей, как и обещал, выводим в эфир. Да, Михаил, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Только очень коротко, очень много звонков, и нам еще очень много всего надо рассказать. Да, я вам быстро, пожалуйста, я вам скажу, я просто тоже житель центрального района. Нам сегодня звонят только жители центрального района, я понял, да. Да, свой опыт с вами разделить. Я иностранец, бывший житель города Тегеран, где живут 13-14 миллионов населения. В этом городе тоже была очень большая проблема с трафиком. Как я просто как 12 лет уже живу в Москве, понимая, какая проблема здесь. Я пришляю быстро. Первое, это радиальное строительство города Москвы и не перпендикулярно. С чего мы начинали, то есть сама структура, да. Сама структура, что никакое, допустим, Ленинский шоссе никак невозможно с проспекта Вернадского, никак человечество попало в Ленинский проспект. Слабая связанность района в городе это называется. Да, отсутствие подземных и надземных переходов. Паркингов это тоже. Я сейчас подземных и надземных переходов и множество светофоров в Москве. Очень много светофоров поток останавливает. Разрешает всем домам строить без предусматривания, что здесь сколько людей будет жить. Подземных паркингов отсутствует. Для того, чтобы машину поставить, надо 100 тысяч долларов, 500 тысяч долларов покупать еще дополнительный паркинг. А надо было сначала разрешить строительство домов. Без паркинга не строят. Для каждой квартиры хотя бы одно в машине место. И возможно для разгрузки трафика, я так полагаю, что в этой грани сделали такой просто день. Светофоров уменьшили. Сделали платный заезд в центр. Как у нас слушатели тоже сказали, всех муниципальных фирм и государственные все эти дела убирали из центра. И сделали четные и нечетные машины, которые могут походить. То есть если машина у меня заканчивается, допустим, восьмерки, я не могу выйти. Совершенно верно. Да-да-да. И с этим самым мы можем сесть. То есть один день я могу на метро ехать, другой день я могу на машине ехать. И с этим самым, во-первых, погода улучшается, климат улучшается. То есть здесь будет не грязная погода, как в других городах. И во-первых, во-вторых, и разгружаем город. Михаил, все, времени нет, да, по-русски отлично говорить, а мы немножко нафарсить. Я сейчас кюрху до офис. Значит, рассказываю про Тегеран. Тем не менее, несмотря на то, что там приняты вот такие вот меры, в центре города проехать практически невозможно. Бешеные совершенно пробки. Что касается природы, только северный Тегеран, где можно нормально дышать, все остальное в ужасающем смоге. Но, тем не менее, там действительно есть четная и нечетная система. Это классная история. Почему? И не только там. В Чили та же самая история. Если у тебя номер заканчивается на двойку, значит, и по вторникам, четвергам, субботам. В Пекине. В Пекине, совершенно верно, катаешься на своей машине. Если у тебя на тройку, там, пятерку, значит, понедельник, среда, пятница, твои дни, а дальше там с соседом кооперируйся. Катайся на его машине или на машине жены. И, кстати, в Пекине у них, если две машины, мужу дают номер, значит, с окончанием на там четную цифру, жене на нечетную. То есть эти какие-то вещи учитываются. В Пекине вообще сейчас, если зарегистрировать машину нужно, это участвуешь в лотерее. Да, но плюс еще, смотрите, я могу сразу... Вот смотрите, господа. Ну, а в Японии вообще разрешают купить машину только человек, который может сказать, где он будет ее держать. Он не просто должен сказать, он туда приезжает полицейский и проверяет. Проверяют, 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 проверяют. Так может быть. У нас, помните, тоже звучали от некоторых товарищей предложение ввести какой-то там имущественный ценз, если у тебя зарплата, допустим, вот такого вот порядка, только тогда ты имеешь право купить себе автомобиль. Вы слышали это, да? Нет, не слышали. Ну, это ладно, это бред, хорошо. Ну, вот смотрите, хочу понять, почему не вводим четную-нечетную историю, почему не развиваем максимально реверсивные движения, да, в пятницу на выезд, в понедельник на въезд, да, или в воскресенье там на въезд. Почему мы не занимаемся развитием перехватывающих парковок? У нас была такая программа во времена Юрия Михайловича Лушкова, заведовал, по-моему, курировал господин Королевский, она что-то не оправдала себя, ее закрыли, стали все эти перехватывающие парковки, которые у нас были, успели, которые построить, стали продавать уже просто паркоместа по рыночным ценам, потому что никто не в состоянии был платить там, по-моему, 50 рублей за час. Ну, почему? Ну, перехватывающие парковки, я вот в защиту могу сказать, они есть. Они есть, но их очень мало, они маленькие, они не справляются с потоком, вот эти вещи надо, безусловно, расширять, потому что вот я периодически из Подмосковья езжу до метро, у меня дача по Новой Риге, я бы, наверное, бросил машину у метро Строгенон. Там перехватывающая парковка, а с Новой Риги представляете, сколько едет людей, ближайшие станции Строгенов, там парковка на 70 мест. Это действительно так? Это, при том, что потребность, ну, 7 тысяч. У Инны Юрьевны тоже дач по Новой Риге, а вы бы где бросили машину? Удивительная история, я не выбирал, кого приглашать, но вот как-то все получили жители центра и дачу у всех на Новой Риге. Так получилось исторически. Вот я совершенно согласна с тем, чтобы отработать вопрос, связанный с перехватывающими парковками. И сейчас проектная документация уже готова. Опять время, когда мы сделали эту комплексную программу, сейчас действительно запроектировано большое количество перехватывающих парковок. Более того, если вы помните, что их пристегивают к билету на метро, что тоже немаловажно. Чувствуя Германию, то есть подход немецкий, у них та же система. Да, поэтому совсем другая цена уже за то, что автомобиль будет целый день там находиться, потому что человек пересел на метро, значит, он получает бонус. И строится, будут строиться такие перехватывающие парковки именно на конечных станциях, как раз куда из области будут подходить как раз магистрали. А мне кажется, что нужно сделать, знаете как, мне кажется, что не в районе Строгино, иначе жители Строгино нас сейчас всех начнут тихо не любить. Да, неудачный пример. Мне кажется, что если уж и речь идет, Игорь, о Новой Риге, то давайте сделаем перехватывающие парковки там, я не знаю, в районе... В Микинино. Ну, в районе, ну не надо, пускай это будет там, я не знаю, Истра, пускай это будет Снегири, пускай это будет Нахабино. То есть узловая железнодорожная станция, вспомните, Германию, ты приезжаешь на остановку какую-нибудь, как Чирички, ставишь машину и поехал. И они были разнообразные. Да, дайте время, их станет больше. И это тогда решит каким-то образом проблему. Роман, если вы вспомните тот проект, который не так давно защищал на правительстве руководитель департамента строительства, связанный с развитием новых территорий, и плюс того, что метро у нас идет до Внуково, в 15-м году должны сдать уже станцию метро во Внуково, и тогда действительно все, кто едет по Калуге или по Киевке, они там будут оставлять машину, там спокойно садиться в метро на конечный и приезжать сюда. Конечно, основная задача сейчас, помимо строительства для разгрузки центральных станций метро, еще одного кольца, и плюс максимальное отведение в область. И начинаются договоренности с Московской областью, связанные с совместными вложениями, в том числе, для того, чтобы это все произошло. Вот вам предложение. Вы эксперты по этой теме. Инна Юрьевна может доносить все эти предложения до людей, которые будут, собственно, принимать уже окончательное решение и имеют полный, как говорится, доступ. Вот вам предложение. Вы обратили внимание, какое число машин с иногородними номерами в Москве? Я не говорю про автомобили с какими-то белорусскими, литовскими и еще какими-то номерами. Нет, я говорю про машины с российскими номерами, но региональными. Вот я хочу задать вопрос. Почему бы нам? Почему бы нам? Вот такая идея. Послушайте, я попробую быстро. В районе, допустим, 40-го километра, обозначаем области, 40-го километра, ЦКАД, там появится автомобильная дорога, да, власть Подмосковья будут вкладывать в это деньги, я уже было заявлено. Почему там не сделать специальные стоянки и специальные пункты оплаты въезда в столичный регион? Во многих странах мира есть понятие столичный регион. У нас самые проблемные зоны, это Москва, собственно, и ближайшая вот эта Подмосковья в радиусе 40-го километра. Вот едет человек, допустим, из Владимира, он подъезжает туда, покупает специальный билет за определенную сумму, это пускай уже рассчитают специалисты, который дает ему право этот билет на трое суток находиться на территории столичного региона. Потому что, ну подождите, эти билеты можно распространять через сеть автозаправочных станций, через киоски «Союз печати» и так далее, и так далее. Закончился этот билет, любой гаишник может остановить, у тебя этого билетика нет, ты не пролонгировал свое пребывание здесь, значит, платишь штраф. Я думаю, что это значительно снизит число автомобилей. Почему? Потому что, посмотрите, какая иначе получать странная история, Игорь, Ина. Мы платим транспортный налог, жители Москвы, я уже не говорю про центр, вот про жители Москвы, мы платим транспортный налог, причем коэффициент транспортного налога у нас самый высокий, один из самых высоких по стране. На эти деньги строятся дороги, но по этим дорогам ездит кто угодно. Какая-то странная история в этом существует. Например, Австрия, Игорь. Мы объезжаем в Австрию, мы же покупаем специальный паз, который дает нам возможность пользоваться мостами, туннелями, светофорами и всей транспортной инфраструктурой Австрийской Республики. Если ты не купил эту штуку и выезжаешь с территории Австрии, тебя гипотетически могут остановить и оштрафовать за бешеные деньги. Почему любой из нас, приезжая в Рим, платит так называемый городской налог за свое время пребывания в итальянской столице? То же самое и во многих других европейских городах. Я вас уверяю, когда нам говорят, вот буквально в сегодняшние данные, что на 10-12 миллионов населения Москвы у нас 4 миллиона автомобилей, речь идет, мне кажется, только о машинах, которые зарегистрированы на нас, на жителей Москвы. Но у нас в реальности же не 4 миллиона автомобилей, а именно этими цифрами оперируют все институты развития города. И они не могут рассчитать, какое количество нам нужно там развязок, сколько нам нужно новых километров и так далее. Вот такая идея. Позвольте мне сказать. Ну, во-первых, мне не нравится идея, что жители у нас по конституции все равны. Вопросов нет. И я бы брал, если бы уже брать, то со всех там какие-то налоги, но у нас берутся. В Австрии, Венгрии и так далее, в соседних странах Восточной Европы везде дорожный налог платится. Не так, как мы платим ежегодно, а путем покупки вот этого стикера. Это у них дорожный налог. И все проезжающие транзитники тоже его платят. Но это другая система. Я самое... Вот при той системе, которая у нас существует сегодня. Самое главное, хотел сказать, Ром, я могу с вами соглашаться или не соглашаться. К сожалению, вот неосуществима ваша система. Почему? В связи с новой системой регистрации автомобильного транспорта, мы теперь не привязаны к региону. То есть это у нас традиционно с вами 77 или 177. С таким же успехом может быть и 95, и 15, и все что угодно. И те люди, которые в Москве работают, они сейчас активно регистрируют в Москве и ездят с 77 номером. Поэтому я вам скажу больше. Я месяца полтора назад регистрировал автомобиль новый. Извините, в Строгино. Так получилось. Мне удобнее там было. Заехал, подаю документы. Мне этот майор, который регистрирует, говорит, слушай, как приятно. Москвич. Новый автомобиль. Я посмотрел вокруг. А вокруг, в общем, много самых разных лиц, разных национальностей. Очень много старых машин, которые перерегистрируются в Москве на тех людей, которые работают. Они теперь имеют право. Теперь разобраться реально очень будет сложно. Более того, насколько я знаю... Рома, последняя фраза. Да, да, да. Времени просто нет. Хочу еще не сказанков послушать. Сейчас в ближайшее время потихоньку отказаться вообще от кода региона. Ну, это может быть было бы и правильно. Ну, просто я знаю, когда машина там 500 с лишним лошадиных сил, да, и в уважаемых мною регионах, там транспортный наук всего 6 тысяч за 505 лошадиных сил, да. Есть такие регионы. А они ездят в Москве. Какая-то неправильная история здесь получается. Роман, ну просто есть опасность, что когда вы поедете летом со своей семьей отдыхать в Краснодарский край, они тоже попросят... Вопросов нет, но я туда езжу реже, чем они здесь. Я туда езжу отдыхать, а они здесь живут и работают, зарабатывают деньги. И я считаю, что если они зарабатывают деньги, мы никого не ущемляем в правах на здоровье. Пускай зарабатывают и живут, но тогда надо участвовать в жизни любимого города, который дает тебе возможность заработать деньги, на которой живет твоя семья. Еще звонки, слушаем быстро. Илья, добрый вечер, мы вас внимательно слушаем. Очень коротко, пожалуйста. Добрый вечер, постараюсь очень коротко. Хочу развить тему Подмосковья. Соответственно, вопрос следующий. Когда начнутся нормальные интеграционные процессы, транспортные ситуации Москвы и Подмосковья? Потому что смешно. Огромные города работают, зарабатывают, тратят деньги практически де-факто в Москве. Там же платят налоги фактически, поскольку работают они там. Химки, Балашиха, огромные города. Почему туда десятилетиями, даже на десятилетия вперед, не провожены маршруты метро? Одна станция в Химках снизила бы поток автомобилей в город неимоверно как. Илья, все, вопрос понятен, вопрос понятен. Можно я отвечу, господа, как член общественной палаты Московской области? Губернатор, новый губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Одна из приоритетных совершенно задач, это каким-то образом связать как минимум вот эти города, спутники огромные, Красногорск, Мытища, Химки, Балашиха и так далее, с Москвой какими-то линиями или легкого метро, или еще какой-то там транспортной вот этой инфраструктурой. Может быть, пустить дополнительные какие-то поезда там по договоренности с РЖД. В этом направлении работаем. Игорь, слушаем вас. Добрый вечер. Я житель Зеленограда. Да, отлично. Хочу вам задать такой вопрос. Смотрите, у нас на дорогах, вы сами понимаете, что много, скажем так, нерусских народов, которые из стран СНГ. Вот меня больше волнует, из-за них в основном большинство аварий, большинство пробок. Все понятно, да, все понятно, Игорь, да, все понятно. Ну, я понял, да. Завтра мы их всех вышлим, вы предлагаете их всех высунуть, закрыть границы, вести визы, а послезавтра сделаем виноватыми очкариков, окей. Нет, конечно, это было бы хорошо, вопрос в другом. Скажем так, как вот решается развитие, скажем так, регионов, тех же самых наших русских регионов, почему люди, допустим, в Тулы едут работать в Москву и жить? Почему они не работают в себя? Потому что им негде работать. Почему там не развивают регионы? Почему в Ростове не развивают регионы для работы? Игорь, я понимаю ваш вопрос, но мы как минимум, я вот журналист, Юрий, депутат Московской городской думы, мы с Игорем журналисты, поэтому мы не можем отвечать вот за всю страну. Я понимаю, что вы не можете. Да, но вы же живете в России, вы знаете, с какими проблемами мы сталкиваемся и каким образом мы пытаемся, собственно, существовать сегодня, правильно же? И было бы здорово, если бы в Туле все бы работали, если бы предприятия были бы там, и никто бы сюда не приезжал. Это, конечно, было бы здорово, но что мы можем вам на это сказать? Я не против того, чтобы они приезжали. Я против, что не развивают именно целиком страну, а развивают, скажем так, отдельные центральные участки. Вы же со мной согласны или нет? Ну, я не совсем согласен, потому что если мы возьмем Калужскую область, то развивается еще как. Попробуйте проехать в сторону Обнинска. Даже не доезжая до Обнинска, насчитайте с десяток предприятий, начиная с Вольцвагена, заканчивая Самсунгом. Все, господа, у меня закончилось время. Спасибо большое всем, кто нам позвонил. Спасибо всем, кто пришел к нам сегодня в студию. Соответственно, что могу сказать? Говорить об этой проблеме можно бесконечно долго. Я обещаю, если вы не будете против, вернуться снова к этой теме. Может быть, еще кого-нибудь пригласим. Может быть, какие-то там товарищи придут из департамента транспорта. Может быть, Максим Лексутов, если Инна Юрьевна возьмется с ним договориться. Потому что к нам он не приходит, несмотря на то, что мы посылаем письма ввиду загрузки. Но, тем не менее, и поговорим еще раз на эту тему. Результаты нашего голосования за платные парковки. Ну, 25% и 75% конечно же против. И все считают, что нужно идти другим путем. Ну, не знаю. Мое мнение такое. Платные парковки нужны. Но это должен быть комплекс мер, без которого мы эту проблему не решим. Спасибо еще раз всем. Встречаемся в этой студии через неделю.